Представляете, что произойдет с вами, если вы не выскажете свою эмоцию? Вопрос только нужно понимать, в каком контексте высказывать, в каком случае. Иногда есть смысл покричать. В семье вообще гнев может быть очень интересной эмоцией. Как правило, после хороших качественных скандалов интимная жизнь, как говорят некоторые, бывает лучше. Взрослые люди, я думаю, сами для себя могут определить какие-то контексты, чего я считаю недопустимо. Те слова, те эмоциональные выражения, которые вызывают у людей нарушение их ценностей и критериев, когда нарушается такой комплексный эквивалент, или хорошо, такое качество, или такая ценность человека, как уважение. В данном случае, может быть очень большие проблемы. Если вы помните фильм «Москва слезам не верит», там есть очень четкий пример, когда Гоша защитил дочь Александры от ее молодого человека. Вот он пришел, и тогда Катерина начинает на него давить. Путь любезен в таком случае, если ты еще раз, она высказывает ему эмоцию гнева, которая разрушает его ценность уважения. Он считает, что в семье так не должно быть, и поэтому он очень четко заявляет ей тоже в эмоции гнева. Но если та была, условно говоря, для наших зрителей простым языком, скажем, в горячем гневе, то Гоша в холодном тоне ей, в холодном тоне, в холодном гневе, который по своей продолжительности, по интенсивности не ниже, чем у Катерины, говорит, если ты еще раз так со мной заговоришь, я встану и иду отсюда, и больше никогда не поеду. Катерина зашла на его терминальные ценности, и она поняла, что Гоша сказал таким языком, что он встанет и уйдет. Поэтому, опять же, если мы говорим в эмоции гнева этой системы обратной связи, которая в семье должна высказываться, должна выражаться. Хотя, например, я лично не очень приемлю такое поведение в семье. С моей точки зрения в семье люди должны относиться друг к другу уважительно.